Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За сутки в Самарской области зарегистрировали 141 новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 14134. Такие данные в понедельник, 19 октября, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 7 человек, скончались четверо. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 231 летальный случай. С болезнью справились 11043 человека. Врачи рекомендуют при первых признаках простуды сразу вызывать на дом участкового. До его прихода выпить теплого чаю и надеть маску. После осмотра врача оставаться дома, принимать все лекарства, которые назначил доктор, и выпивать не менее двух литров жидкости в сутки. Исключить все контакты с окружающими и побольше лежать на животе. На второй день, если стало лучше, нужно продолжать лечение на дому. Пить лекарства, витамины и выполнять дыхательную гимнастику. Если состояние не изменилось, снова вызвать врача для коррекции лечения. А если стало хуже, вызвать скорую и быть готовым к госпитализации. А тем временем в аптеках раскупают витамины, антибиотики и иммуномодуляторы. Некоторые эксперты связывают такой спрос на медикаменты с появлением в интернете протокола лечения больных с ковидом. О подводных камнях самолечения расскажет Гульфия Сафина. Витамин Д у вас есть? Да, нет. У нас для взрослых? У тебя есть для взрослых. Витамин Д и С, противовирус и антибиотик. На днях в сети интернет появилось фото протокола терапии от пациентов с подозрением на ковид. В протоколе подробный список препаратов, включая дозировки и питание. В то же время российские ритейлеры сейчас фиксируют рост спроса на отдельные витамины на 30-40%. На противовирусные препараты и иммуномодуляторы в полтора раза. При этом последние, согласно вышеупомянутому протоколу, при подозрениях на ковид-19 употреблять нельзя. Запросы покупателей по осени всегда меняются, признаются в самарских аптеках. В этом году с учетом пандемии и ограничительных мер. Спрос на маски, перчатки, антисептики для рук. Сейчас очень популярны витамин С, витамин Д. Больше берут леденцов от горла, капли в нос, что-то противовирусное. Но антибиотики, они идут по назначению в основном врача. И инъекционные, и таблетки из разных групп. Первый всплеск продаж лекарств был зафиксирован еще в марте. Тогда аптеки увеличили доход в среднем на 20%. Чаще всего жители покупали медикаменты впрок, чтобы реже выходить из дома в период режима самоизоляции. Брала всякие омыватели для носа, про запас. Они никогда не прописнут в конечном итоге, даже и без пандемии. И витамин Д. А почему витамин Д? Ну, потому что каждый врач советует, что витамин Д не хватает нам солнца, честно говоря. Судя по опросу граждан на улицах Самары, у жителей к осени сформировалось собственное представление, как поступать в случае недомоганий. Точки зрения встречаются прямо противоположные. Кто-то не готов рисковать здоровьем и заниматься самолечением, иные наоборот. Я понимаю, что особо скорые не ездят, судя по новостям, а куда-то там уходить, в больницах, в очередях, то есть где есть вероятность точно что-нибудь подцепить, то вряд ли. Учитывая сегодняшнее положение в Самаре, и ориентируясь на то, как болеют мои знакомые и близкие люди, то скорее, наверное, сначала к врачу. А куда идти, не знаю. Вызываем первую скорую помощь, и все. Тема пандемии по-прежнему остается в красной зоне, как в России, так и в мире, признаются медики. Здравоохранение продолжает испытывать нагрузки, а среди населения все так же много ковид-диссидентов и, напротив, напуганных происходящим людей. Пишут все подряд и читают все подряд. Среди того, что написано, есть вещи вполне безобидные. Могу сказать, витаминизация всегда хорошо, от витаминов еще никто не умер. Остальные технологии, которые являются сугубо медицинскими, то есть с введением сосудистых препаратов, с введением антикоагулянтной терапии, с введением антибиотиков. Ну, в общем-то, это уже более такая серьезная артиллерия, и, безусловно, здесь нужно наблюдение врача. Тем временем, по данным аналитиков DSM Group, ажиотаж провоцирует очаговый дефицит отдельных препаратов, ранее используемых в лечении коронавируса. В целом, с наплывом покупателей фарминдустрия справляется. Гульфия Сафина, Николай Сидоров, Константин Головин. События. Более 200 обращений, поступивших на горячую линию Департамента городского хозяйства и экологии, уже отработано. Вопросы отопления, в основном частного характера, они связаны с работой внутри домовых сетей. По всем сигналам на место выезжают бригады, которые устраняют проблемы. Сложнее, если при подключении целого дома возникают порывы на квартальных сетях. В этом случае городские службы вместе с теплоснабжающими организациями устраняют повреждения. За выходные в Самаре были отремонтированы 37 таких объектов. Еще на 38 работы завершаются. Все они находятся на особом контроле администрации внутригородских районов. Специалисты должны отслеживать ситуацию, рассказывает глава Самары Елена Лапушкина. В каждом районе, я думаю, есть там свои технологии, но в основном это жесткий контроль за всеми обращениями. Прежде всего, они должны каждому человеку пояснить, что происходит на этом адресе, есть ли перекладки или, возможно, какие-то жалобы по стояку, возможно, какие-то завоздушные системы и так далее. И потом уже принять меры по сравнению данной жалобы. В микрорайоне Волгарь продолжается строительство Ерик-парка. Новую зону отдыха для горожан начали возводить в конце августа. Сейчас полностью завершили работы по устройству тротуаров и велодорожек. На финишной прямой находится и обустройство плиточного покрытия. За масштабной стройкой в ежедневном режиме следят в мэрии Самары. Ход строительных работ проконтролировала глава города Елена Лапушкина. Подробности в сюжете Ольги Павловой. Вон там какой-то интересный арт-объект. Да, вот сейчас мы к нему и подойдем, и подойдем к средней террасе. На этом месте скоро появится Ерик-парк. Столь необычное название новая зона отдыха получила благодаря небольшой протоке, соединяющей два водоема. Работы по возведению парка идут по графику. На территории уже уложено плиточное покрытие, обустроены тротуары и велодорожки. Остались последние штрихи – освещение, посев газонов и монтаж системы автополива. Ходом строительных работ глава Самары Елена Лапушкина осталась довольна. Я видела проект, мы этот проект обсуждали, мы это видели на картинках. Но когда эти картинки воплощаются в жизни, смотрится совершенно по-другому. Это будет действительно очень излюбленная территория, не только для жителей Левого горя. Сюда люди будут приезжать в гости, чтобы отдохнуть на озере, чтобы посмотреть на эту красоту в кругу семьи. В парке почти готовы прогулочные зоны. Ее обустроили в границах улицы Ефрема Медведева и бульвара Засамарская-Слободан. По периметру зоны отдыха расположили многочисленные террасы с видом на водоем. Они как раз достраиваются. А также качели, лавочки, гамаки, урны и павильон с шахматными столами. Готовый проект парка вынесли на суд жителей еще в конце июля. А уже к концу октября сквер практически готов. Объект получился довольно-таки такой, ну, колоритный, так скажем. То есть все удобство для жителей близлежащих домов. То есть есть где погулять, есть где просто время провести, то есть кататься на велосипедах, на руль. Я думаю, жители будут очень довольны этим парком. Придать парку лоска и красок помогут новые деревья и газоны. В границах прогулочных зон высажены клёные яблони. В настоящее время рабочие устанавливают бордюрный камень и прокладывают кабель для освещения. В мэрии Самары отмечают, аналогов скверу в России нет и призывают горожан бережно относиться к новой зоне отдыха. Мы вкладываем душу и сердце в эти территории. Мы изучаем потребности людей и делаем это очень тщательно и действительно с любовью. Надеемся, что эта территория будет долгое время приносить удовольствие. Работы по благоустройству территории Ерикпарка идут без выходных. Сдача готового объекта запланирована на ноябрь этого года. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Городской бюджет Самары в этом году потеряет из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер значительно меньше, чем ожидали. За счет чего удалось увеличить доходы, расскажем в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, это «Новости экономики». Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Потери городского бюджета Самары от противоэпидемического режима составят меньше, чем прогнозировалось изначально. Это связано со смягчением мер самоизоляции и открытием предприятий. Такие данные сегодня озвучили в мэрии Самары. По данным на 12 октября, исполнение городской казны по доходам составило 65% к годовому плану. В абсолютных цифрах это 20 млрд 284 млн рублей, что на 763 млн больше, чем за тот же период прошлого года. За счет поступления из вышестоящих бюджетов сформировался небольшой профицит – более 200 млн рублей. А вот собственные доходы стали несколько меньше, в основном за счет сокращения отчисления НДФЛ и штрафов. Большая часть поступлений из федерального и областного бюджетов – это софинансирование реализации национальных проектов. Наибольший процент исполнения – это безопасные и качественные автомобильные дороги, культура, образование. Если в мае текущего года отпадающие доходы прогнозировались нами в сумме 1 млрд 912 млн рублей, в июле – 1 млрд 148 млн рублей, в августе – 928 млн рублей, то в настоящее время мы предполагаем, что объем упадающих доходов будет 762 млн рублей, что значительно меньше, чем первоначально мы рассчитывали. В России вступил в силу новый порядок получения пенсий. Граждане, решившие сменить банк, через который им отправляют начисления, смогут оставить неизменной дату получения денег. Раньше при переходе в другой банк даты смещались, что вызывало неудобства. Напомню, способ получения выплат пенсионеры по-прежнему выбирают сами. Можно через Почту России, а можно через банк, как в кассе, так и с помощью банковских карт. Официальный курс доллара на 19 октября – 77,92 рубля. Американская валюта понизилась на 4 копейки. Евро – 91,31 рубля. Европейская валюта прибавила 1 копейку. Нефть марки «Брент» на 15 часов 19 октября стоит 42,84 доллара за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Оформите лицензию и встать на учет. Самарские правоохранители провели рейд нелегальной такси. И только за первый час работы выявили 10 нарушений и составили 4 административных материала. Что грозит таксистам, которые пытаются обойти закон, расскажем в нашем специальном репортаже. Сотрудники ГИБДД Самара провели рейд нелегальной такси. Цель рейда – выявление административных правонарушений водителями такси, осуществляющих незаконную перевозку пассажиров, нарушение правил дорожного движения, проверка водительского удостоверения, страхового полиса, путевого листа. Все эти мероприятия проводятся в рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы. Проблематика, в общем-то, достаточно актуальная, потому что очень много частных перевозчиков занимаются деятельностью такси, не оформляя лицензию, не оформляя разрешение, не становясь на учет в налоговом органе, соответственно, не перечисляются никакие налоги. Ну и в первую очередь, конечно, предоставляются услуги, которые не обеспечивают безопасность пассажиров. Потому что транспортные средства не проверяются перед выходом на линию, водитель не проходит предрейсовый осмотр. Ну, конечно, работа по борьбе с таким такси ведется. Только за первый час проведения рейда было остановлено более 40 транспортных средств. Выявлено более 10 нарушений, составлено 4 административных материала. Если вдруг попадается водитель без разрешения на осуществление данного вида деятельности, значит, данный водитель доставляется в районный отдел пункта полиции для составления административного протокола за осуществление предпринимательской деятельности без разрешения. Этот водитель вышел на линию без путевого листа, когда его остановили сотрудники ДПС. Вспомнил, что... Забыл при выезде из парка забрать лист на столе. Ну, как же так забыли, если это ваша работа, Борис? Ну, получилось так. А эти граждане из Узбекистана не имели даже права работать в такси. Водительские удостоверения у них – Республики Узбекистан. А по закону на территории Российской Федерации для официального трудоустройства в такси требуются права российского образца. Теперь этим горе водителям грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Ну, просто я понимаю, что нельзя работать с нашими правами, да? А где работать, то нам так было. Это тоже распространенное нарушение, говорят сотрудники ДПС. Управление транспортным средством и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Более того, водитель самостоятельно нанес цветографическую схему такси на свой личный автомобиль и работал без лицензии. Зачем? Ответ простой. Клиентов говорит так больше. За данное нарушение будет составляться протокол по статье 12.3, часть 2, прямо 1. То есть, нанесена цитографическая окраска без разрешения. И приравнивается штрафу в размере 5 тысяч рублей. Такие проверки по выявлению незаконных перевозчиков сотрудники ГИБДД по городу Самара проводят ежедневно. В Самаре за две недели выписали почти 30 протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте. Недобросовестных пассажиров выявили во время ежедневных рейдов, которые проводят специалисты Департамента транспорта, компаний-перевозчиков и сотрудники полиции. На регулярную проверку вместе с ними вышла и наша съемочная группа. Контроль масочного режима. Почему находится с того дня в общественном транспорте без маски? Я забыл, что я сейчас с собой. Этот молодой человек сегодня опоздал на работу. Маску в своих карманах он так и не нашел. А потому сотрудник полиции сопроводил его из маршрутного такси для составления протокола об административном правонарушении. При этом мужчина не саботирует масочный режим. Причина нарушения банальная. Забыл средства индивидуальной защиты дома. А сами как относятся к масочному режиму? Положенственно, правильно. Я забыл просто. Такая беспечность пассажирам может грозить штрафом от 1 до 30 тысяч рублей на основании части 1 статьи 20.6.1 Кодекса административных правонарушений России. Протоколы об административном правонарушении на горожан, пользующихся общественным транспортом без маски, составляют сотрудники полиции, которые регулярно участвуют в рейдах по контролю масочного режима в городских автобусах, маршрутных такси, троллейбусах и трамваях. Ежедневные проверки организует Департамент транспорта совместно с транспортными предприятиями, а также представителями городского штаба добровольной народной дружины. Специалисты проверяют наличие масок у пассажиров три раза в день – утром и вечером в часы пик, а также днем. За последние две недели составлено 26 протоколов на нарушителей. Все они направляются в суд, где решат, какое наказание должен понести каждый нарушитель. Кроме того, только за октябрь наземный транспорт покинули 246 пассажиров, не желающих продолжать поездку в масках. К поездкам в метро недопущены 1272 человека. Мы штрафуем того, кто не имеет маски или отказывается ее надевать, даже после того, как мы попросили это сделать. Или, например, человек маску одел, только сотрудник полиции отвернулся, он тут же ее снял. Но вот демонстративно, наглядно противопоставляет установленным требованиям свое поведение. Мы видим, что все-таки нарушителей становится меньше, потому что, ну, во-первых, благодаря массированной информационной компании все-таки уже никто не говорит, а я не знал, что есть такое требование носить маску. Во-вторых, глядя на окружающих, наверное, люди маску начинают носить. Ну и, в принципе, вот глядя на эпидемиологическую обстановку. Но не только некоторые пассажиры все еще не пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Иногда водители и кондукторы тоже находятся в салоне без маски. В таких случаях пассажиры могут заявить об этом по телефонам горячей линии транспортных предприятий или на их страницах в социальных сетях. Только водители, которые находятся в кабине, полностью изолированной оргстеклом от остального салона, могут управлять транспортом без маски. Остальные строго в средствах индивидуальной защиты. Если кто-то на рейсе нашими пассажирами был обнаружен без защитного средства, они нам звонят на горячую линию, сообщают номер билета, номер машины. Мы оперативно, значит, фиксируем этот факт. И вечером проводится служебная проверка, по итогам которой происходит, скажем так, дисциплинарное уже взыскание. Административная ответственность предусмотрена и для юридических лиц. Сумма штрафа составляет от 100 тысяч рублей до 300 тысяч, при дублировании нарушения от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. При этом в транспортных компаниях города создают все условия, чтобы пассажиры чувствовали себя безопасно. Перед каждым выходом в рейс транспорт обрабатывают обеззараживающими растворами. В течение дня кондукторы поддерживают чистоту в салоне и проводят дезинфекцию контактных поверхностей. Средства индивидуальной защиты для сотрудников предприятиями закуплены в достаточном количестве, чтобы водители и кондукторы не тратили свои деньги на эти расходные материалы. На предприятиях постоянно закупаются средства индивидуальной защиты. Работникам они постоянно выдаются. То есть никаких материальных вложений для этого не требуется. Все, что нужно, мы им выдаем. Проверки по поручению главы Самары Лены Лапушкиной будут продолжать до тех пор, пока действует режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Городские власти подчеркивают, в сложной эпидемиологической ситуации главная цель таких рейдов не столько наказать, сколько обезопасить горожан и убедить использовать средства защиты, чтобы избежать распространения инфекции. Вместе с тем, комплекс мер нацелены на защиту от гриппа и других сезонных респираторных инфекций. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. Районные и городские власти делают все, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Регулярный контроль за исполнением санитарно-эпидемиологических норм ведут и на самарских предприятиях. Мэрия Елчана отправилась в один из рейдов. На входе антисептики, маски, перчатки. В помещениях информационные памятки и разметка для социальной дистанции. Благодаря строгому соблюдению всех мер безопасности, на одном из предприятий Красноглинского района Самары пока удается избежать вирусных заболеваний. Здесь трудятся свыше 300 человек. Сейчас из-за пандемии две трети отправили на удаленку. Проверяется также в течение смены, два раза проверяется температура, бесконтактная температура. Обрабатываются все цеха, помещения. Нигде они не собираются ближе полтора метра. Это очень строго у нас запрещено. Заботятся о своих сотрудниках и на предприятии Советского района. На входе у работников измеряют температуру, выдают средства индивидуальной защиты. Ежедневно на производстве трудится порядка 90 человек. Те, кто старше 65-ти, работают из дома. Люди очень заинтересованы, чтобы не было ужесточения мер и можно было продолжить работу, потому что договорные обязательства, их никто не отменял. Надо работать. Да, условия сложные, но работать надо. Районные власти ежедневно контролируют, как предприятия соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. В ходе проверок данных нарушений нами не установлено. То есть все наши предприятия промышленные соблюдают требования Роспотребнадзора. Любые меры контроля способствуют тому, чтобы их не нарушали. Хочу еще раз отметить, что именно предприятия, понимая свою экономическую ситуацию, стараются этого не делать и беспокоятся о здоровье своих сотрудников. За нарушение правил организации рискуют получить штраф до 300 тысяч рублей. Также может быть принято решение о приостановке работы производства. По поручению главы города Елены Лапушкиной, контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер усилен. Проверки самарских предприятий продолжатся во всех районах города. Мэри Елчан, Григорий Пришаков, События. Театральная премьера в Самаре. Художественный театр «Витражи» в год 75-летия Победы представил на суд зрителей повесть о настоящем человеке. Спектакль по одноименной повести Бориса Полевого о легендарном летчике Алексея Моресьеве. Постановку позвятили всем медицинским работникам, что трудятся на передовой во время пандемии. Окунуться в театральную атмосферу и пообщаться с исполнителями главных ролей удалось Ольге Павловой. Полковой комиссар Семен Воробьев, смирный и даже некурящий. Прошу принять компанию. Неунывающий, постоянно испытывающий сильную боль капитан Семен Воробьев сумел утешить всех своих соседей по палате. Летчик Алексея Моресьева, который во время войны лишился обеих ног, убедил не оставлять невесту и продолжать боевые вылеты. А танкиста Григория Гвоздева спас, организовав переписку со студенткой медицинского университета Анютой. Роль последней исполняла юная актриса театра витражей Агата Задыхайло. Свою героиню она любит и ярко описывает. Строгая, сильная, созустремленная, но в тот же момент и нежная, хрупкая девушка. Спектакль по одноименной повести Бориса Полевого планировали показать еще в конце апреля этого года, перед юбилеем Великой Победы. Но вынужденная самоизоляция во время пандемии сдвинула планы актеров аж на пять с половиной месяцев. Повесть о легендарном летчике Алексея Моресеве, пострадавшем в тяжелом бою и заслужившем звание Героя Советского Союза, наконец увидела публика. Актерам приходилось не только репетировать онлайн, для того, чтобы вжиться в роль. Они просматривали фильмы на военную тематику и читали подходящие книги. Буквально проживали судьбы героя в повести от начала и до конца. Сама судьба моего персонажа, она очень сложна. И очень, конечно, это тяжело переживать, а все равно ты переживаешь. Ты вместе с ним живешь на сцене во время спектакля, с ним переживаешь все его проблемы. Сложный образ, тот тонкая грань, чтобы не впасть в ложный пафос, чтобы не быть смешным, так скажем. Потому что это всегда на грань, тем более наш зритель – это школьники, подрастающие поколения, а их обмануть сложно. Постановка повести о настоящем человеке стала возможна благодаря участию театра в федеральной программе «Театры детям». Спектакль рассчитан на категорию 10+, и посвящен всем медицинским работникам, которые трудятся на передовой во время эпидемии коронавирусной инфекции. Работа получилась. Это очень важно. То есть при минимализме на сцене очень интересно работает проекционный экран. На театре есть специалисты, которые владеют этим. И получился такой достаточно интересный режиссерский ход, который, мне кажется, должен быть интересен молодому поколению. Спектакль можно увидеть на сцене ДК «Железнодорожников» имени Пушкина. Руководство и актерский состав театра «Витражи» планируют выйти с повестью о настоящем человеке на дополнительные самарские площадки, а также показать премьеру за пределами нашего города. Ольга Павлова, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин